Здравствуйте, дорогие друзья! Сегодня на своем канале я хочу вам показать одну из своих любимых тем, это игрушки из СССР. Игрушки из СССР, конечно, было не очень много, они не были какими-то впечатляющими, интересными. Были, конечно, и интересные такие, которые, в принципе, они выпускались часто небольшими тиражами, были не у всех. В детстве в своем я такую игрушку вообще не видел. Может быть, у кого-то из вас она была такая. Если вы жили в СССР и были ребенком в СССР какое-то время, значит, это игра баскетбол на двоих, такой настольный вариант. В принципе, достаточно интересная игра, даже по нынешним временам, компьютерных игр, консолей и прочего, телефонных. В общем, я вот своими, да, детишками, там, люблю поиграть в эту игру. Ну, там, достаточно азартно, есть тут свои, как бы, нюансы. То есть, с каких-то позиций мяч всегда практически кладется в корзину, с каких-то никогда. Вот, в принципе, сделано оно достаточно нормально, да, то есть не фейлово. Как бы, и один игрок, и второй, они играют, как бы, вполне, как бы, физика как бы процесса одна. То есть, не важно, за кого играть. Вот. Вот. То есть, здесь сделаны просто такие кнопочки, чисто механически, при нажатии на кнопочку, там рычажок есть, который, ну, зависит от резкости, да, удара. Ну, как правило, совершая резкий удар, мы, в общем-то, с каких-то определенных позиций, по-моему, это три, ну, вот эти вот позиции, 8, да, если красные, 4, да, смотрите, вот с них, по-моему, кладется уверенно. Ну, из центра, да, по-моему, тоже кладется уверенно в корзину. Вот. То есть, мы резко нажимаем, мячик перелетает, перепрыгивает. Некоторые позиции обозначены двумя цифрами, значит, по ним может бить только, оба игрока могут бить. А позиции под корзину, они только под своего игрока, значит, я тут набрал немножко, тут, да, с этой позиции, значит, невозможно забить, да, то есть, мы с ним не ударными, он, вот, с этих вот, как раз, 4,8 у него, вот, сейчас, как раз, с 8 позиции попробую заложить. Ну, значит, 9, видите, вот сейчас я заложил, то есть, вот такая вот игра, и, в принципе, когда играешь вдвоем, очень весело и задорно все это получается. Сделан достаточно так прилично, да, то есть, пластик, конечно, не ахти, вот, то есть, такой, достаточно хрупкий, гремучий, вот. Вот, в советское время эта игрушка стоила 8 рублей 40 копеек, в принципе, это такая немаленькая цена, но, в принципе, многие могли себе позволить. Я думаю, вот эта игра, она на уровне хоккея, как бы интересно, но, преимущество вот этой игры, в частности, да, что здесь особо сломать нечего, да, то есть, игроков, потому что, вот, кто играл в хоккей, да, там, часто бывало, там, игрока, там, оторвешь, сломаешь, потому что она не была закрыта, вот, кожухом таким, ну, шайба потеряется и так далее, то есть, здесь все, как бы, вот, ну, можно, как бы, там, рукой кто-то там полезть, здесь все, здесь вот, играешь, поле закрытое, как бы, сама по себе игра, то есть, не мячик, никуда не деть, да, там, на время не взять и погонять, то есть, вот, так вот, в этом некоторые преимущества. Вот такая вот игра. Такие игрушки делали в Советском Союзе. Ну, это, в общем, один из достойных, я считаю, представителей игрушек советского производства. Были, конечно, вообще ужасные. В принципе, здесь мяч, видите, то есть, опять, вот эта позиция, она, как, практически, если подобрать удар, вы привыкнете и будете бить, то есть, здесь больше игра на скорость получается. Реакция, вот, то есть, надо быстро ориентироваться. Ну, мне нравится. Вот. Так что, вот так вот. К сожалению, таких сейчас я не видел, чтобы выпускали подобных игр. Ну, поэтому, у кого есть, ну, конечно, в какой-то мере повезло. Может, поиграть в игру прошлого. Не смотрел я, сколько. Возможно, они продаются сейчас на таких сайтах, как мешок, мешок, да, там, не умолок и так далее. Ну, я, честно говоря, не интересовался, не виду. Ну, ориентировочно, я думаю, что, если будут такие игры продавать, то цена где-то, наверное, примерно 3000 рублей. Ну, вот, рублей. Вот, все. Надеюсь, было полезное видео. Вы немножко окунулись в советскую эпоху игр. Может быть, я что-то полезное сказал. Вот. Все. Подписывайтесь на мой канал. Смотрите другие видео. Там разные вещи есть. Я делаю разные обзоры. Вот. Что-то сам придумал, вы тоже укладываю. Все. Всем пока. Продолжение следует.